Что можно сделать мне быстро, чтобы я на несколько лет забыла о каких-то процедурах, кроме домашнего использования крема? Мы можем вам сделать нитевой лифтинг. Любая женщина хочет выглядеть ухоженной и подтянутой. Нити Аптос совершили революцию в косметологии, позволяя за короткий период получить лифтинговый эффект. Врачи клиники Ночи гарантируют высокий уровень качества процедур. И Ночи всегда неизменный результат. Скидка на нитевой лифтинг 15%. Сергей Аракелиан проводит как психологические тренинги, так и индивидуальные консультации. Основные направления его работ. Повышение чувства собственной ценности, создание гармоничных отношений, получение большей радости и удовольствия в реальных отношениях, научиться понимать мужчин и женщин, научиться понимать детей и взаимодействовать с ними, научиться понимать и контролировать эмоции, снизить стресс и научиться его контролировать. В результате улучшить качество жизни, получить больше радости и наслаждений от этой реальной жизни. Одни из самых популярных тренингов. Понимание, мужчина и женщина, выпускники снова вместе, особенности воспитания детей, почему он не звонит. Покажите свой дневник. Мерзавец. Мерзавец. Скортина. Да. Печально. Если хочешь ему пользы, обязан держать его в южовых рукавицах. По поводу мальчиков, мне в частности интересно, поскольку у меня пять сыновей, я думаю, что с мальчиками как раз-то есть проблемы, и больше проблем, чем с девочками, в связи с тем, что мальчик – это будущий мужчина, это такие воины с детства. Вот рассказывайте, а вы, мамы мальчиков, берите блокнотик и ручку и записывайте все советы. Ну, во-первых, это довольно сложно сказать, что мальчик – это воин, потому что в наше время запрещено быть воином. Примерно около шести лет назад в Германии провели опрос среди мужчин, в результате которого выяснилось, что 40% из них стали бы домохозяйками. Мужчины? Да, мужчин. Их бы это устроило. Понимаете ли, какая вещь? Что, безусловно, в мужчине, как явление, есть и генетическая, то есть природная составляющая, и социальное, да, и социальное ожидание, то, что мы ожидаем от мужчин. Генетическое остается, никуда не девается. А вот социальное меняется достаточно быстро. И сейчас, вот в Европе то, что мы наблюдаем, да, там, когда показывают, что беженцы из Сирии, да, и показали такую красивую картинку, что там 12 полицейских с оружием отбегали, разбегались в разные стороны от одного хулиганствующего сирийца. Вот этот сирийц, он как раз вел себя, в общем, как нормальный мужчина. Нападал, да, и 12 человек с оружием разбегались в разные стороны. А там мужчины не могут проявить свои мужские качества. Это запрещено с детства. А когда это запрещено, ну, фактически так, ну, это такая ментальная, культуральная кастрация. Когда спрашиваю, что, каким вы хотите видеть своего сына, то обычно люди, ну, так подумав, говорят, хотим видеть его, там, успешным, сильным, счастливым, там, и так далее, и так далее, да. А что мы делаем, когда воспитываем? И оказывается, что мы воспитываем, первое, что мы хотим от ребенка, это чтобы он был послушным. А как это согласуется с тем, чтобы он был самостоятельным, сильным, уверенным? А никак, это вообще движение в другую сторону. Если мы так проанализируем свое поведение с сыновьями, то оказывается, что мы выращиваем удобных для себя детей, которые бы не очень нас отвлекали, которые бы соблюдали наш порядок, любили его, делали заранее то, что мы хотим, не отвлекали нас по пустякам, когда мы смотрим свои сериалы или заняты каким-то еще не менее важным делом. И это совсем не то, что ведет к воспитанию мужественности. В принципе, вот классно, когда есть уважительное, культурное отношение к друг другу. Это все, и правда здорово, да. Но когда мы этому учим с самого детства, то мужчина не может ощутить свои границы силы. А когда мужчина не ощущает свои границы силы, он себя сильно не чувствует. Мы же все с вами знаем, да, и вы тоже говорите, что мужчина – это охотник. И мужчина – это защитник. Кого и от чего он будет защищать здесь? Вот в школе, например, мальчик, да, увидел девочку бьют, он что-то должен сделать. Защитить. В Германии мужчина, вот показывали тоже, там, сириец приставал к женщине, ее муж вокруг бегал с мобильником и звонил в павлицу. Подойти и дать в морду он не мог. Это нельзя делать. Слава богу, что наши российские мужчины и наши российские законы еще не настолько другие, да, как в Европе. Поэтому у нас мужчина подойдет и даст морд за свою женщину. То же самое у нас делает мальчик в школе. Да, но у нас на самом деле за это все больше и больше. Мы смотрим передачи и фильмы, когда за это сажают. И у мужчин возникает внутренний конфликт. Что делать? Ударить и сесть? Да. Это тоже возникает интересный. Мне кажется, за ударить сейчас не сажают, нет? А зависит от того, какие будут результаты удара. Если случайно человек упадет и ударится головой об бордюр… Ну, это понятно. То что, все. Хорошо, тогда какие рекомендации по считанию мальчиков? Что нужно делать? Ну, во-первых, смотрите. Слава богу, мы действительно не в Европе. И слава богу, у нас пока еще, особенно с детьми, это возможно. На начальном этапе, безусловно, основная роль – мама. Мама вынашивает, мама рожает. Когда заканчивается начальный этап? Постепенный переход, он где-то там… В принципе, папа должен участвовать с самого начала, да? Но переходит под крыло папы, он где-то там, начиная с 8 до 12-15 лет. Уже там, вот в 14-15 он, в принципе, должен быть под влиянием папы. Ну, в 14-15, это уже… Вот у меня старшему сыну 15, это уже, ну, я бы сказала, жених, да? Это уже мужчина. Хорошо, когда так, в нашем обществе пока, к сожалению, это не так часто встречается. Это здорово, когда у вас 5 и когда… У меня есть с чем сравнивать. Вот смотрите, то есть я вообще отличный пример для разбора полета, про сколько у меня есть абсолютно разные возраста. Один год, 8 лет. То есть вы говорите, что мама должна как бы быть с ребенком до 8 лет. Что мама должна делать, на чем она должна делать акцент? Вот смотрите, первый год, первые 18 месяцев вообще важно, чтобы ребенок был вообще с мамой. Причем в данном случае не так важно, это мальчик или девочка. Первые полтора года важно не делать различия. Напомним про ваш совет не уходить в материнство. С мужчиной, а не с ребенком. В том-то и беда, что женщина уходит в материнство с ребенком и начинает так же вести себя с мужчиной. А это два совершенно разных, две разные формы поведения. Когда я жена и возлюбленная, и когда я мама. Но ведь женщине иногда очень трудно переключиться, потому что если она сидит дома и не работает, то есть у нее нет еще какого-то, скажем так, третьего места, куда она выходит, такой некий счетчик переключения. Я понимаю, что трудно, а кто говорил, что будет легко? Бог никому легкой жизни не обещал, да, за это и обе. Хорошо, мама до 18 месяцев с ребенком, дальше. С ребенком, причем желательно вообще, как сейчас есть такие слинги, носить его на себе. Да, ну не до 18, а когда начнет ползать, хотя бы до этого момента. То есть мы говорим о такой прям физической близости? Физической близости, физической, потому что, смотрите, мы же хотим, чтобы мужчина вырос сильным и уверенным в себе, да. Когда мама не подходит, когда она его воспитывает по споку, например, по Бенджамину, да, что там в 12 положила и до 6 не подходи, как бы он ни орал. Сейчас по споку, мне кажется, никто не воспитывает. Ну, тем не менее, до сих пор какие-то отголоски еще есть. И некоторые говорят, что это же парень, надо дисциплины приучать, да. То есть если девочка нормально подойти, то некоторые даже папы считают, что мальчика надо сразу, с рождения мужиком. Нет. Понятно. Вот это четко нет, объясню почему. Потому что в первые месяцы закладывается базовое доверие к миру, если ребенок кричит, к нему не подходит, закладывается глубочайший страх смерти. И дальше этот вырастет мужчина, у которого будет глубочайший страх смерти, сильнейший, на который будут накладываться любые жизненные ситуации. Будет то бизнес, работа, что угодно. Страхов будет... И дополнительные страхи. Потом постепенно задача мамы – любить сына в большей степени. То есть, например, маме бить сына вообще нельзя. Категорически. Категорически запрещено. Во-первых, это унижение мужчины женщиной. Это раз. Хорошо. Классический случай. Ребенок, кто себя ведет, что-то делает. Мама не может шлепнуть ребенка. Шлепнуть – нет. Кто может его шлепнуть? Повести, папа может. Папа, когда дома нет, ждет вечера, да? Когда папа шлепает, это нет сексуального оскорбления. Вот так, брат. Значит, я к тебе переехал. Не возражаешь? Ты насовсем? Да, насовсем. А ты меня будешь драть ремнем? Ну, зачем я тебе буду драть ремнем? Когда я не буду сушиться. Нет, брат. По-моему, это глупо – драть ремнем. Глупо. И дети плачут. Мы же с тобой можем договориться. Как мужчина с мужчиной. У нас в полстраны, если не 99% сексуально оскорбленных мужчин, потому что их мама в детстве шлепала. Ну, давайте так. У вас мама в детстве шлепала? Так у них и сложности в отношениях с женщинами. У вас мама в детстве шлепала? Шлепала. Вы чувствуете себя сексуально оскорбленным мужчиной? Ну, честно говоря, я не очень помню это, но шлепала, да, шлепала. Ну, у меня, слава богу, она к папе это обращал. Но я вам скажу, что на самом деле у меня и сложности были в детстве и в юности с девочками. То есть нужно взять, объяснить, показать, отвлечь и так далее? Если не получается, как вы правильно сказали, тогда сказать, ну, тогда с папой. Ах, Руж, дальше, вечером подождем, папа вернется. Не папа придет, накажет. А давай тогда папа придет и разберемся. Угу. Окей. То есть важно, и там задача мамы сказать, что не так, да, и оставить их наедине уйти. Вот это ключевая вещь, потому что если мама остается рядом, тогда папа, получается, должен делать то, что говорит мама, и он находится под ее влиянием и контролем. Если он не сделает, она на него обидится, а сын смотрит и понимает, что папа у меня марионетка. И вот она, мама, мама, глава семьи. Мама говорит папе и уходит. Он будет его любить или обнимать, или по-мужски с ним разговаривать, или ругать, это его дело. Вот тут ключевая вещь, что маме важно уйти вообще. Растет сынок. А в идеале дальше папе, в принципе, брать его с собой на работу, на какие-то мужские встречи, в мужскую компанию. Хоккей, рыбалка, футбол. Спорт. Дальше профориентация. Опять же, когда папа его... Почему я сказал на работу? Потому что у нас профориентация сейчас плохо. Ну, совсем плохо в стране. То есть у нас есть, ну, так, если смотреть, 3-4 вида профессий, которые ребенок видит. Это мальчик особенно, да? Это более-менее профессия родителей, если они куда-то его приглашают, может и не видеть, да? А дальше из окружающего пространства он видит звезды, милиция и хулибандиты. Все. Это то, что показывают по телевизору. Больше, собственно, там ничего нет. Все. Кто что на заводах работает, кто что там... Даже бизнес не показывал. Профориентация, это уже идет... О каком возрасте речь сейчас? В принципе, она сначала школы. Потихонечку. Но там сначала важно спрашивать, что ребенку нравится, и смотреть на то, что ему интересно. И задача родителей – поддерживать любые интересы ребенка. Вот тут очень важно не ожидать от него, что он будет реализовывать мои нереализованные планы и мечты. Ошибку многих родителей, кстати. Да-да-да, которые пытаются это нагрузить на ребенка. А именно смотреть, что ему нравится. И поддерживать его в этом. Дальше там спорт. Ну, обязательно. Спорт обязательно. И в спорте очень важно, особенно мамам, которые воспитывают, одни, выбирать тренера. То есть вид спорта выбирается, который нравится ребенку, а задача родителей – поддержать его в этом виде спорта, неважно, какой хочет, такой пусть будет. Но выбрать тренера. Я не хотел. Тренер Клайн сказал представить. Бобби! Бобби! Ты можешь делать так же в каждом матче. Для меня! А если ребенок хочет сегодня хоккей, завтра футбол, послезавтра плавание, дать ему возможность попробовать все абсолютно. Будет разностороннее развитие. Там очень важный момент, что, когда ребенок идет заниматься спортом, важно родителям проявлять тоже к этому интерес. Там обычно бывают какие-то соревнования. Нужно обязательно их посещать. В идеале есть этот ребенок. Обязательно восхищаться. Знаете, как рождаются дети, ну, как называют дети индивидуи, которые сами знают с детства свое предназначение. И кто бы их как бы ни двигал, ни мочил, они все равно пробьются. Но это один на тысячу. Вообще переходный возраст – это внутренний конфликт у ребенка. Запускается природная программа самостоятельности. Он должен отделиться от родителей и стать самостоятельной личностью, способной создать собственную семью и продолжить род.